И теперь мы стоим на заборках истории. Хорошо ли это так? Да. Вот смотрите, я начальник, организатор детского лагеря, 40 лет. Ни рубля, ни государства, ни дало, я тысячи людей поднял. Какой лагерь? Повторите подробнее. Лагерь какой? Детский. 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 Он особый, уникальный. А тут, видите, много, и усак, и все здесь о нем есть. Абсолютно все. Вот в каждой книге 64 страницы цветных фотографий. На какой бумаге? Вам не надо рассказывать. Это сегодня издать абсолютно не его. Вот это вот я переиздал, только переиздание за миллион завалило. А у меня кенсия минимальная 5300. Я сам набор делаю. Вот здесь даже увидите концовочку. Вот посмотрите, набор делаю я. Компьютерная верстка моя. И сейчас фотошопы. Больше 30 тысяч часов я провел за этим, за компьютером. Это труд. Значит, смотрите. Пока на меня внимание. Вот у мусульман зеленый цвет флаг. Вот зеленый. Вот все. Это открытым оком 30 томов. Они все одинаково называются. Видите? И считать можно как? Открытым оком, как бы поднимая глаза, я даже показываю, что это к небу. Вот. О Коране. Весь Коран по сурум и аятам разобранный. Весь. Что за 1300 лет говорено было у мусульмана? Как прийти нам к мирной жизни? Возможно ли это? Что нужно сделать? Я среди мусульман жил. Я знаю, что нужно. Все здесь. Вот евреи-то мы обобрали то, другое. Опровергать нельзя. Так и есть. Вот, пожалуйста, три тома подряд. Что об евреях? Золотое. Золото они любят. 3600 лет. Что о них было сказано, сделано? Как взять самое хорошее? Как я могу этим людям помочь мусульманам и евреям? Мы едины на этой земле живем. Мы должны всегда брать по самой высокой шкале. Бог дал короткую жизнь. Сумею ли я реализовать себя перед Богом? К чему Он меня призвал? В Библии написано, Христос сказал, блажение счастливее давать, нежели брать. И люди удивляются. Это бесплатно? Бесплатно. Вот в одной библиотеке принимала, видимо, комплектатор. И заходит, а у вас про старое обречество есть что-нибудь? Я говорю, ну это седьмой том, одиннадцатый. Она под мышкой пошла, а мне говорит, доклад делай. Это тематика. Допустим, у вас разные баптилисты, адвентисты. Это вот как с ними беседовать, то вы и том. Я миссионер. И у меня в доме люди приходили и делались с православными. Вот мы конкретно, вот я семнадцать лет преподаю только в одном университете. Бесплатно ни рубля не получаю. Это наш принцип. Это вот люди, это работники нашего лагеря. Пожалуйста, это моя первая книга. Вот из моих стихов, где-то восемьдесят, положено на музыку. И они все исполняются на сайте. Я оставил сайт и вот это. Теперь пересчитайте, пожалуйста, количество. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 22, 23, 34, 35, 36, 37. 2 2 4 6 8 10 12 14 14 14 16 18 20 22 на 4 26 28 30 32 на 4 38 38 Значит, покажу на что. Вот эта вот книга, тут в предисловии говорится, 40 лет собирался материал к Истинному православию. Это о крещении, о покаянии, о Библии, обо всем. Это там и издание вышло. Вот эта вот симфония на жития святых, ну, русские люди, они воспитывались почти тысячу лет на жития святых. Ну, какие святые были, Варвара Валикамышевна, Татьяна. Достаточно вспомнить один какой-то факт из жизни и сказать, я помню ее львы терзали, ага-слова лев, открыл лев, и по льву сразу найдешь какое число и где находится. То есть, чтобы человек мгновенно сообразил и понял, что это житие для тебя, Танюша, будь похожа на нее. Самая мало востребована будет вот эта книга, это симфония на 11 неканонических книг, но на нее ушло более 5 лет. Это по одному слову, как найти где-то, где бессказы. Допустим, говоришь, ты найдешь мудрого человека и стирай пороги дома его, здесь хожи чаще. Ты вспомнил порог, по слову порог она покажет, так как книга Серрахов, 6 глава, 4 стих. А вот и шрифтом, таким на брата вернигородским, это лучшая симфония в мире, это все признают. Вот это вот толкование Нового Завета. До апокалипсиса было, теперь полностью с откровением. Вот оно все здесь. Если вы, может, слышали отца Геннадия Пастора, толкование как раз его здесь и есть. Вот посмотрите, он в моем доме обратился. Отсюда, смотрите, приводится также толкование, откровение на Богослово, что составлено про Тереми Геннадием Фастом в 18-х годах. Это, по-моему, поручение, он начал делать и сделал. Это самое лучшее толкование, оно в отдельном виде продается. Вы про Андрея Курова слышали? Да. Вот он ко мне приезжал, вот эти книги взял. А слышали про отца Александра Мения, Зарубия которого? Да, ты есть. Слышали, да? Вот 20-й том, это наши беседы с ним. Вот. Они супер уникальны, потому что его нет живых. Мы вопросы политики всего касались. Из пленки теперь все это собрали, где-то я не вижу его. Вот он, вот он, вот он. Это с Александром Мением беседы. Их нельзя повторить. А на сайте, наше аудио там тоже, там можно проверить. Действительно, мы сидим, разговариваем, там слышим, как чай мешает он. Это был гениальнейший человек. Да, он еврей, еврейский священник. Но это был настоящий человек с большой буквы. Ну а остальное здесь уже, что выйдет. Это вот два тома, разбор житий. 1173 биографии во свете Библии. Все приближено к сегодняшнему дню. Здесь в философии ни слова нету. В каждой книге примерно 3000 ссылок на Библию. Я просто знаю. Ну мне Бог дал знания. Вот говорят люди, в армию пошел, потерял там. В то время служили не полтора года, а четыре года я во плоти. И только за время службы в армии я изучил английский, немецко-французский языки Бог дал. Я выступал у людей там, на их языке проповедовал. Поэтому Бог мне дал. Я сейчас отошел от всего. Оставил только одну молитву и форум. И, наверное, только на форуме тысячи три статьи. Ну я вам дал, вы зайдите туда. Там все, положительный, отрицательный, никому не нравится. Но вы схватите самую суть. Мы делаем это единственное, что необходимо, людей познакомить со Христом. Чтобы люди жили по Божьим заповедям. Любили старших, родителей. Какие должны быть дети. Вот мы ходим, когда людей призываем на собеседование. Ну бабушка лежит. Да я никому не нужна, сын бросил. Баба, это не так. Бог тебя любит. Почему же ты лежишь? А мне вот 73 года. Я не лежу. Ты почему не молишься за президента, за премьер-министра, за патриарха, за милицию, чтобы они делали как положено. Чтобы правители хорошие законы издавали. Это все на твоей совести. Ты лежишь, ты свободно. Молись за пожарников, за милицию, за всех. Бог дал нам право взывать к нему. Мы какие счастливые. Отче наш. Это Отец Небесный. Он слышит. И он позволил нам здесь быть. Отец Василий Толстенко. Вы найдете здесь фотографии, как у нас двум растят. Мы сейчас к нему едем. Мы никогда не думали. Он же военный следователь был. У него биография сложнейшая. И он услышал. У него родители по него и по жене по Наташе. Они из баптистов там десятников. Но он услышал живое слово от нас и стал православным священником. Это мое чадо. Это живой труд конкретный. А сколько он добра сделал после этого. Он до того ж жертвенный. Но он строгий. А по-другому нельзя. Хочешь научить ребенка плавать, веди его к воде, не на суше плавать. Так. И кроме того, хотелось подарить еще вам немножко. Это не православные. Мы выменили у них. Но они хорошие. Десять западных для ребятишек, для маленьких. А вот эти вообще замечательные. Тоже это, не знаю кто, баптисты или кто издавали. Для детей. Ну а это одинаково на всех языках. Салтырь и тоже для библиотеки. Больше у нас ничего нет. А вы еще куда поедете? Сейчас мы в Катлу Василию поедем домой. А потом дальше мы едем до Байкала. А вы туда? На Востоку. Сделали мне снимки. Давайте вместе сфотографируемся на память. На моей. Узнали что такое Тайше. В интернете я тебе фотографии буду. Когда вы зайдете, вы их увидите. Да. Прямо околокник. Сами здесь подышите. Конечно. Так. Так. Михалыч. Иди сюда. Мы ложки покусали. Мы спим-то. Едем в тайге. Но ночью-то где-то ночью-то. Вот так. Внимание. Так. Все еще надо было. Слава Иисусу. Еще надо было. Прямо еще не сделал. Вот. Ребята стоят. Вы их увидите тут в книге. Ага. Тут снимки. 64 страницы. Все наши. Конкретно чем мы занимаемся. Так. Внимание. За прошлые годы в государстве у нас уничтожено 17 тысяч деревеньев. Как поправить. Мы получили землю, стоящую в основном деревне. Где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Это совершенно новое поколение вырастает. Без помощи государства. За 20-й год ни рубля не дали. Храм первым делом построили. Школа государственная. Это все самое. Без всего. Земля обрабатывается. И все здесь написаны фотографии. И поэтому, когда мы говорим, и люди начинают стонать, нам это не подходит. Мы должны работать. Рано вставать. У меня дети в лагере стоят в 5 часов. Пять утра. Это особое поколение растет. Не-не-не-не. Так подожди, мы это заберем. Коробки? Мне коробки обязательно. А, тогда ладно. Так. Сейчас. Еще коробки где? Унесли на это, да? У вас на предполаге нет, пожалуйста. А? У нас еще книги не размножены. Мы даже по району поедем. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам. Охрани вас Господь. Вы понимаете, я не буду вас убеждать. Библиотека – это центр всего. Это всегда так было. Неграмотному здесь делать нельзя. Вы связаны с учителями. Без благословения ничего не будет. Священник благословляет. Администрация вас в центр села всегда затягивает. Они на другом уровне геном понимают. Необразованный народ – это шпана, это грабители, это насильники. Смотрите, какое нам наследие Бог дал русских людей, какие поэты и писатели. Вы на свою специальность должны смотреть не так, что делать нечего, я сижу здесь. Активно ведите работу. Мы так не смотрим. В каждой книге 752 страницы. Это не брошюрки какие-то. Вот посмотрите, открыли где. Вот наши дети вышли из храма. Посмотрите. Ну, посмотрите, что за картина. Какие светлые лица у детей. Выставки прошли по Америке, в Австралию. Все говорят, да что за люди-то, где вы берете таких? Каково? Все красивые. Понимаете? Это новое поколение. Как они делают? Ну, согласитесь, сестры, если за фильм у нас снятый дали первую премию на международном киноконкурсе, а второй фильм первое место в России, ну, это не на дороге является. А мы ничего, собственно, не делаем особенно. Мы просто живем нормальной жизнью. Посты соблюдаем. Это у нас сейчас пост. Мы православные. Не то, что крестик надел, а мы едем дорогой сейчас. Ну, проехали 200 километров. Мы остановились в палатке. Встали, помолились. Посту похвоба положили. Матерь Божия, благослови и сохрани нас. За нас все молятся. Надо жить интересно, красиво. Даже вот в том, что есть. У меня стихотворение здесь одно про мою биографию. Я написал. Жизнь заканчивается, за мной гоняются. Я сидел в тюрьмах. Пять тюрем прошел. Вот посмотрите. За слово Божие. За издание архитилага ГУЛАГ. За то, что брал интервью у репрессированных. Я не стыжусь говорить, что... А вы с Солженицыным были знакомы? С кем? С Солженицыным. Мимо проехал на деятельство по войску. Он заезжал к нашим. А я в это время в лагере был. С детьми знаете какая? Он был в Томске у пастор. Здесь фотографии вот здесь есть. Сейчас еще покажем. Вот посмотрите. Я иду арестованный. Меня ведут под конвоем. Вот цветы летят. Вот фотография. Это опубликовано было в Парижской газете. Все. Как суд идет. Судья. То, что говорит. Это деревню начинали строить. Я постоянно вел беседы с людьми. Образование. Вот я хотел сейчас стихотворение прочитать. Я с Моисеем на своей вершине. Последний раз смотрю из-под реки. Враги с собаками, с биноклями. В машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не достигаем вам. Прощай земля азарт. Закон ограда. Мой труд следы. Считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте. Засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли. На все ближу. Я учился на штурмана. На море плавало. Там такое стихотворение есть. Когда мой корабль опрокинет пучина. А рот поперкнется волной. Дай Боже. Чтоб к небу своей кончины. Других я улег за собой. Это все здесь. Это я был в армии. Это моя жена. Она училась далеко в Кызыле. Кызыльское. А это Потеряевы. Были репрессированы. Раскулачены. Через 72 года вернулась наша Потеряевка. Фамилия Потеряевы. А в деревне Потеряевка. Это одних. Так. Вопросов особо нет. Я вас оставляю. Спасибо. Если вопросы нет. Через Остан Василия. Хорошо. Спасибо. У меня авторитетная местность. Грани вас Господь. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...